Еще на Ане купили велосипед. Вообще, это был очень сложный вопрос для нас, потому что я не очень представляла себе, как Аня будет ездить на нем, потому что подножки велосипеда маловаты, а то, что она будет крутить педали, я себе не очень представляла. Но получилось все с первого раза. Мы ей показали, где педали, что их нужно крутить ногами, и она все очень быстро поняла. Мы ее везем, она крутит педальки, она подруливает, она смотрит по сторонам. Вот недавно она где-то полметра, наверное, проехала сама. Она нажимает, она пытается проехать, ей это интересно. Я просто очень довольна. Ребенок спокойный, с удовольствием собирается на улицу, дает себя спокойно одеть. Выходим мы на улицу с улыбкой, без капризов. Ну, просто замечательно. Сплошное удовольствие. Вот. Хочу сказать, что у нас произошли еще улучшения, не очень значимые. Аня стала повторять за мной слова. Лучше. Четче. По слогам. Я говорю, она повторяет. Это не обращенная речь. Обращенной речи у нас нет. Но она очень хорошо повторяет. А еще последний раз, когда мы с Давидом разговаривали, после этого сеанса, у нас произошло что-то невероятное. Как это объяснить, я не знаю. Хочу сразу сказать, что мы раньше выучили все буквы. Она буквы знала. Она знала фигуры, цвета, животные называет. Ну, в общем, много. Но то, что она умеет читать, я не знала. Для меня это была очень большая неожиданность. Я ей дала карточки, а она стала читать по слогам. Это настолько невероятно, настолько необычно. Я не знаю, как это объяснить. Это просто очень здорово. Я очень довольна. А еще, как раз в этот же раз, на следующий день, к нам пришла девочка. Маленькая девочка. Хочу сказать, что она никогда не обращала внимания на детей. Вернее, она на них, может, внимания и обращала, но никак не реагировала. Она всегда стояла подальше. Иногда на них посматривала. Но контакт с ними не вступала никогда. А тут она, эту девочку, эта девочка заинтересовалась. Как она ее искала в квартире. Как она за ней ходила. Она брала ее за руку. Она приводила ее с собой в комнату. Они все время были рядом. Братик, эта девочка и Аня. Она все время к ним подсаживалась. Она брала их игрушки. Она играла вместе с ними. Вот они втроем сидели. Я, конечно, пыталась заснять их. Фотографировала. Хотела заснять на память. Ну, как это объяснить, это было очень здорово. Она провела целый день рядом с ними. Это было очень необычно. Я хочу сказать огромнейшее спасибо Давиду за то, что он нам помогает, за то, что вселил надежду на будущее. Очень, очень благодарна. Спасибо большое, Давид. Буду и дальше делиться нашими улучшениями. Всем спасибо.